Доброе утро! Это программа «Формула еды» и мы в Ленинградской области. Привет! Привет! Что-то так странно одета. Ты мне сказал, что мы идем за слабосоленую форелью, и я готова идти ее ловить. То есть ты собираешься ловить и солить? Да! Я тебе скажу, что все будет намного проще. Мы с тобой поедем на акваферму. Форелевое хозяйство... Нет! Ой, нет! Ты знаешь, что? Я читала, что происходит. Они там в очень тесном бассейне клавают, их пичкают гормонами, антибиотиками. И еще я слышала, что когда ее солят, еще добавляют красители. Так что я за натурпродукт. Слушай, ты такая мнительная. Да. Я предлагаю для того, чтобы твою мнительность развеять, поехать и посмотреть, как там все это в действительности происходит. Хорошо, но если мне не понравится, мы идем ловить ее куда-то. Договорились. Хорошо. Пойдем. Мы находимся в Выборгском районе Ленинградской области, а значит, можно прогуляться по Выборгу. Это город с европейской средневековой атмосферой и пряничными домиками. Его визитная карточка – Выборгский замок, с которого когда-то тут все и началось. Можно прогуляться по центральной площади замка, заглянуть в музей и на выставки, или почувствовать себя настоящим средневековым кузнецом. Федор Пушкарев, кузнец. Формула еды. Только я не очень понимаю, почему ложка плоская. Дело в том, что это просто заготовка, и сейчас с помощью кузнечных приемов мастерства мы вдохнем в нее немножко художественной трепетности. Эту кузницу Федор воссоздал собственными руками по старинным чертежам. Например, вот это копия горна 14 века. С помощью него мы разогреваем заготовку, а затем молотом придаем ей форму. Существовала такая профессия под названием молотобои. Это то, что мы делаем, да? Да, это как раз то, что мы делали. Это были большие дядьки с большими кувалдами, которые работали ими по 12-16 штук подряд. Ну, у них, наверное, были очень сильно накаченные руки и крепкие кости. Я думаю, как и у людей, которые едят слабосоленую форель. О, ты как интересно подкрался. Ну, потому что на самом деле для наших костей форель – это нектар. Все знают про витамин Д, который содержится в рыбе и который нужен для костей. Но мало кто знает о витамине В12. И при этом он тоже влияет на минеральную плотность костной ткани. И вот здесь как раз форель – это прекрасный источник. Там более 200% отсуточной нормы всего лишь в 100 граммах продукта. Вот чудесно. Берегите ваши кости, ешьте форель, в том числе слабосоленую. Раз, два, раз. Два. И раз. Два. И раз. Два. Хорош. Достаточно. Отличная ложка. Ложка почти готова, но нам надо ее еще отшлифовать. Хорошо, шлифанем и пойдем солить форель. Что, мне нравится? Отличный день. Мы узнали столько полезного о слабосоленой форели. Причем не только для взрослых, но и для детей. Еще я научилась, как правильно ее выбирать в магазинах. И самое главное, я себя успокоила, потому что я узнала, что она на фермах не теснется в бассейнах, как мы порой теснимся в трамвае в час пик. Ты знаешь, в этом трамвае пусто. Пойдем. Повезло. Осторожно, двери закрываются. Это была программа «Формула еды» на телеканале России. Нас ждут другие города и другие продукты. До встречи. До встречи. До встречи.